Дорожные карты Систему водоснабжения и дороги построят в Шерегеше А Междуреченск продолжит создавать туристический кластер В который войдут три экокурорта Теперь главам городов следует разработать четкий план реализации программы В том числе прописать сроки ввода объектов Программа социально-экономического развития на ближайшие 4 года Утверждена по поручению президента Российской Федерации И с учетом региональных источников финансирования Составит 55 миллиардов рублей С помощью этой программы будем решать основные социальные вопросы Развивать инфраструктуру и туризм Самая главная цель этой программы Это уход от зависимости угольной экономики По поручению президента В рекордные сроки правительство России Утвердило программу социально-экономического развития Кузбасса Сергею Цивилеву удалось добиться самого крупного за всю историю области финансирования 51 миллиард рублей с федерального бюджета Направят на решение социальных и экологических вопросов Развитие инфраструктуры и туризма Построят автомобильный обход Кемерово В Новокузнецке газифицируют дома и построят школу Модернизируют систему водоснабжения в районах области Новые квартиры получат переселенцы из аварийного жилья и дети-сироты Будут созданы тысячи рабочих мест Положительные изменения коснутся каждого жителя Кузбасса С 15 марта стартовал прием заявок на включение дворов в муниципальную программу благоустройства Он продлится до 15 апреля Заявку оформляют согласно постановлению номер 154 Прием заявок проходит в комитете ЖКХ Напомню, 332-2 равного Кузнецке было благоустроено с 2017 года В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» Так что шанс попасть в список есть у всех В России повышен размер выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин Получить повышенное пособие можно будет уже с 1 апреля На получение данной ежемесячной выплаты может претендовать семья, в которой средний душевой доход не превышает одного прожиточного минимума, установленного в регионе Ежемесячная выплата осуществляется со дня достижения ребенком возраста 3 лет, но не ранее 1 января 2020 года и до 7 лет включительно Указанная выплата назначается на каждого ребенка соответствующего возраста Чтобы получить пособие на ребенка с 3 до 7 лет, необходимо предоставить справки о доходах, в которые включают доход с места работы, заработную плату, пенсии, другие виды пособий, стипендии, алименты, дивиденды, проценты по вкладам, доходы от предпринимательской деятельности и аренды имущества и другие Размер указанного пособия в 2020 году составляет 50% от суммы прожиточного минимума второго квартала 2019 года, установленного в вашем регионе Обратиться за назначением пособия можно в службу социальной защиты населения через портал госуслуги и МФЦ Данный вид пособия получают семьи уже с июля текущего года, с перерасчетом за предыдущие месяцы, то есть с 1 января 2020 года За три года Новокузнецк получит более 3 миллиардов рублей на развитие транспортной инфраструктуры Планируется отремонтировать пути на проспекте Орджоникидзе, а также в Кузнецком районе На федеральные средства закупят 20 новых трамвайных вагонов и 19 троллейбусов За три года трамвайный парк обновится наполовину, а троллейбусный на 75% Кроме этого, за это время на привокзальной площади может появиться трамвайное кольцо, а в Новоилинском районе троллейбусная сеть По оценкам экспертов, обновление городского электротранспорта поможет решить экологические вопросы, что является одним из приоритетов федеральной программы «Чистый воздух» Мирпутешествий На этом же портале можно выбрать и свой индивидуальный маршрут Эксперты рекомендуют смотреть не только южные направления, но изучить и другие регионы страны Впервые в рамках программы стал доступен оздоровительный отдых в санаториях и профилакториях А жителям Кузбасса доступен отдых на территории нашего региона В целом, в ряде горнолыжных городов можно еще кататься на лыжах, в том же швейке, вешенах, на пыли, сезон продолжается, а что начало мая Поэтому тоже те, кто не успел, тот, кто не накатался, можно тоже дешевле отправиться на горнолыжные порты, юг Сибири, Алтай А уже с начала мая будут доступны речные круизы по Волге и другим крупным водным артериям Выбор направлений для отдыха на территории России весьма обширен Удачи вам и здоровья!